МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале. Мои коллеги и я, Герман Токарев, расскажем о главных событиях прошедшего дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Азовской администрации Владимир Рощупкин оценил санитарное состояние города как неудовлетворительное. Фестиваль национальных культур «Азов. Наш дом родной» объединил сотни азовчан и гостей города. Фотовыставка «Донбасс. Казачий» открылась в Азовском музее-заповеднике. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня Владимир Рощупкин провел традиционный объезд города, в ходе которого проинспектировал промышленную зону Азова, ремонт многоквартирных домов и благоустройство территории сквера летчиков. Теплая осень радует азовчан комфортной температурой воздуха, а подрядчикам дает возможность продолжить строительные работы. Так в настоящее время проводится ремонт дома номер 100 по улице Макаровского. Этот дом у нас был в плане капитального ремонта. Проводились работы по ремонту фасада, по ремонту отмостки. Мы видели с вами асфальтированную часть сегодня. И отдельные работы, связанные с кровлей. Также мы видели водостоки. Это работы, входящие в фасад дома. Подъезды в рамках программы капитального ремонта не ремонтируются. Промышленная зона города много лет вызывала справедливые нарекания населения. По улицам Дружбы и Миллиораторов невозможно было проехать. Сейчас ситуация полностью изменилась. Здесь проведен капитальный ремонт дорог и проложены тротуары, которых ранее не было. Улица Дружба, Миллиораторов, наш вечно проблемный вопрос полностью закрыт теперь. На ближайшие годы мы, так полагаем, ту острую проблему передвижения по этой промышленной зоне и жилой в части зоне решена. Собственно, теперь задача поддерживать все это в надлежащем состоянии, чем мы будем заниматься. Благоустройство сквера летчиков заявлено на 2023-2024 годы. Та критика, которая поступала в адрес подрядчика, была учтена. И на объекте появились и рабочие, и техника. Мы видим, что параллельно и земляные, и бетонные работы ведутся. И, собственно, уже начинают вырисовываться очертания будущего сквера, благоустроенной территории. В общем-то, видно, что сегодня все здесь активно движется. Общее санитарное состояние города Владимир Ощупкин оценил как неудовлетворительное. Неубранная листва, ветки – все эти вопросы были внесены в протокол объезда и будут обсуждаться с департаментом ЖКХ и подрядчиками. Екатерина Четверикова, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. 2 ноября состоялся традиционный фестиваль национальных культур «Азов. Наш дом родной», который объединил сотни азовчан и гостей города. Дружеское общение многочисленных общин, проживающих на Донской земле, в очередной раз доказало тесное сотрудничество, выработанное на протяжении сотен лет. Донская земля богата не только флорой и фаундой, но и народностями, которые на ней проживают. Сегодня в Азове состоялся второй фестиваль национальных культур «Азов. Наш общий дом». На Донской земле проживают более 150 народностей. Каждая из них обладает своей собственной культурой, обычаями и ценностями. За сотни и тысячи лет многие традиции переплелись и тесно вошли в повседневную жизнь. На столе русской семьи часто можно увидеть татарские беляши и белорусские драники. А турки и таджики с большим удовольствием отмечают Пасху и лакомятся казачьими курниками. Очень приятно, что в канун прекрасного праздника, Дня Единения, имеем возможность общаться, межкультурное общение. Традиционно армянская диаста, представители армянской национальности, гостеприимны и рады видеть своих друзей, коллег. Мы считаем, что такие праздники объединяют, создают неповторимую атмосферу дружбы, взаимопонимания, поддержки. Сегодня, как никогда, это очень важно и очень актуально. И мы вдвойне рады, что есть сегодня возможность не только пообщаться, но и предоставить, вкусить прелести национальной кухни. Потому что я смотрю, представлены практически все народности, которые проживают на Азовской земле, и это нас окрыляет. Каждая из присутствующих народностей знакомила гостей праздника со своей национальной кухней и костюмами. Рассказывала свою историю и показывала творческие номера, которые раскрывали обычаи общины. Участвуем мы уже второй раз здесь. В прошлом году были, в этом году были. Мы рады взаимодействовать как представители одной из национальностей, проживающей на территории Дона, на территории Азовского района. Мы рады взаимодействовать с остальными диаспорами, с административным корпусом. В этом году у нас представлены костюмы Альпов, Бизиря, Янычара. И здесь статуэтки султанов, ручной ромот. Это элементы женского ремесла, элементы орудия, быта, музыкальных инструментов, элементы кухни. Учащиеся школы номер 11 креативно подошли к поставленной задаче познакомить гостей фестиваля с культурой греков. Помимо традиционных национальных блюд, команда подготовила небольшой исторический экскурс с элементами интерактива. Я, Бог Дионис, научил людей, традиции, встречать гостей. Размейте, Дарья. Пожалуйста. Это древняя традиция. Бог Дионисе научил людей, как правильно надо веселиться. И как мы привыкли, выставили. Чем больше нас поскольку будет тем, у нас все будет хорошо. Больше счастья, больше здоровья. Вот он, Пуза пошел на счастье. Да, на счастье. Поэтому ножкой можно... Знакомство с культурой не обошлось без национальных танцев. Конечно, тонкости исполнения движений знать всем невозможно. Но прикосновение к культуре дарит гамму положительных эмоций. В этом году мы проводим немного видоизмененное мероприятие. Это второй год уже подряд, как фестиваль национальных культур. Тоже это в виде национальной кухни, костюмов, танцев. И мне кажется, очень много гостей сегодня. И Азовский район, и Батайск, и Ростов, и Луганская народная республика, Дагестан. Ну, это здорово. То есть наша задумка, мне кажется, абсолютно здорово реализуется здесь. И глядя на то настроение, на то, как люди между собой общаются, представители совершенно разных, казалось бы, народностей, но они общаются как друзья, улыбаются. Мне кажется, что вот мы этим мероприятием своего достигли. Конечно же, после такого изобилия хлеба гостей фестиваля ждали зрелища. Насыщенная концертная программа, включающая в себя красочные номера различных национальностей, поразила своим многообразием. В этом году впервые приняли участие коллективы города-побратима Кизляр, Республики Дагестан, а также народный художественный ансамбль «Барвинок» из города Луганска. Ольга Усмана, Владимир Чакунов, Азов.Инфо. 3 ноября в Азовском музее-заповеднике открылась выставка «Донбасс казачий» известного ростовского фотохудожника Сергея Винявского. Экспозиция является частью исторического проекта, который призван доказать единство жителей Ростовской области и западного Донбасса, их культуры, традиций и религии. В Азовском музее-заповеднике открылась выставка «Донбасс казачий», на которой представлены художественные фото жизни и быта современного казачества Ростовской области и Донбасса. Хотелось показать жизнь, быт современных казаков. Сейчас 21 век, и то, что я снимал в своих командировках, в своих поездках, это в принципе современная жизнь донского казачества. Донского казачества, казачества новых территорий Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Здесь присутствуют и кузнецы, и сабельники, и конники, и подрастающее поколение казачата, кадетские корпуса. Здесь есть несколько портретов атаманов Всевеликого войска Донского и тех людей, которые связаны с историей донского казачества. Выставка проходит в рамках исторического проекта «Донбасс казачий», который реализует некоммерческая организация, Центр развития СМИ при поддержке Агентства развития гражданских инициатив Ростовской области и международного холдинга «Евромедиа». Эта выставка сделана для того, чтобы рассказать молодежи историческую ценность. То есть мы начали в Ростове-на-Дону и приехали сюда к вам, вы у нас вторые, и вот поедем по Ростовской области рассказывать про эту культуру, про то, что мы народ общий. Выставка доказывает историческую связь между Ростовской областью и Донбассом. К изучению этой тематики приобщены исторические, археологические, музейные и мемуарные материалы. Поддержать проект пришли казаки Азовского юрта и военно-исторического клуба «Казачья слава». Мы очень рады, что в преддвериях такого прекрасного праздника, Дня Единства, у нас в нашем городе Азове проходит множество мероприятий. И сегодняшняя выставка – это доказательство еще одного момента – объединения наших народов, единения наших сердец, единения наших мыслей и наших желаний, помыслов. Мы желаем всем здоровья, мира, особенно мира, мира на всей планете, мира в душе, мира в доме и мира на земле. Экспозиция включает 50 большеформатных работ художника, созданных в разное время года в ходе поездок по городам Ростовской области, Донецкой и Луганской республик. Фотовыставка будет представлена еще в трех городах – Таганроге, Новочеркасске и Шахтах. Людмила Улихина, Валентин Сираж, Юрий Бабенко, Азов.Инфо При женской колонии номер 18 в Азове открылся магазин, в котором представлены товары производства исправительных учреждений Ростовской области. Цеха обеспечивают необходимой продукцией самих сотрудников и осужденных. А с этого года товары стали доступны и в розничной торговле. В исправительной колонии номер 18 города Азова на протяжении многих лет работает цех по пошиву одежды, собственная мини-пекарня, а также построен небольшой тепличный комплекс. Длительное время производимая продукция использовалась для внутренних нужд, обеспечивая потребности системы и самих заключенных. В октябре этого года в Азове открылся магазин, в котором предоставлены товары, производимые исправительными колониями Азова, Батайска, Новочеркасска и других подобных учреждений области. Представлены в магазине швейные изделия, представлена сувенирная продукция, есть выращенные овощи в теплице учреждения нашего, ну и также выпечка, которая производится непосредственно в пекарне. То есть все это можно у нас приобрести. Свежие овощи и зелень – это результат кропотливой работы заключенных в собственном небольшом тепличном комплексе. Огурцы и помидоры выращивают экологически чистыми, без добавления нитратов и химических удобрений. А свежая зелень и редис всегда пользуются большим спросом. Пока ассортимент полезной продукции небольшой, но в планах увеличение количества культур. На данном участке производится отшив изделий. Цикл у нас полный, начиная от раскроя и заканчивая, соответственно, уже готовым изделием. Мы отшиваем продукцию как для собственных нужд, то есть это госконтракты по сотрудникам, по осужденным. В этом году взаимодействовали, вот первый опыт у нас был с кадетским корпусом, с ростовским Николая II. Соответственно, деткам отшивали спортивную одежду, полное амбандирование и будем в дальнейшем сотрудничать. Помимо этого в магазине представлен большой ассортимент спецодежды с категорией охота и рыбалка в летнем и зимнем варианте. Качество пошива контролируется на каждом этапе производства и имеет все необходимые сертификаты. Учреждение сотрудничает с муниципальными предприятиями, коммерческими структурами, а также с физическими лицами. Большим преимуществом товара является доступная цена и возможность пошива комплекта по индивидуальным размерам. На данном участке выпускается продукция собственного производства. Это выпечка, пирожки жареные с капустой, с картошкой, пирожки печеные с повидлом, шарлотка с яблоками у нас, булочка в данный момент у нас готова. Мы используем свежие продукты соответствующего качества. Все натуральное у нас, как бы сухое мы не используем. В день выпускается более 400 видов изделий. Рецепты разрабатывали сотрудники колонии самостоятельно, в основе которых лежит домашняя кухня. Выпечка получается ароматной, воздушной и невероятно вкусной. Именно желание побаловать себя чем-нибудь сладеньким и стало причиной создания собственной мини-пекарни. Ольга Усманова, Владимир Чекунов, Азуф.Инфо. На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами и желаю хорошего завершения рабочей недели вместе с пятым каналом. С наступающим вас праздником и еще одним дополнительным выходным. Увидимся во вторник. Суббота 4 ноября. Облачно с прояснениями. Температура днем плюс 18-20, ночью плюс 11-14. Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду, влажность воздуха 71%. Уровень воды в реке Дон на 22 сантиметра ниже отметки 0. Температура воды в реке плюс 10 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В воскресенье 5 ноября. Облачно с прояснениями. Температура днем плюс 17-19, ночью плюс 11-14. Ветер юго-восточный 4-5 метра в секунду, влажность воздуха 64%. Уровень воды в реке Дон на 22 сантиметра ниже отметки 0. Температура воды в реке плюс 10 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова